Ночью, да. Ветер был или что? Почему так перекинулось? Ну, потому что тот дом не успели потушить. Ну, то есть, вот, быстро там начало развиваться пламя. И не было, чем тушить. Дал огнетушители, пшик, пшик, все. Они не потушили ничего. То есть, 2 секунды, и все, огнетушитель пустой. Почему-то, вот почему-то у нас считают, что если происходит беда, это значит, человек неправильно живет, неправильно что-то, неправильно делает. Откуда вообще взялось такое мнение? Вот, наконец, показалась хижина. Смотрите, только чуть-чуть. Это, представьте, вот она 2 метра высоты, эта хижина. И над ней была вода до половины того типе. Представляете? И надолго вы? Не так уедем. А, так быстренько. Вот пока разложитесь, пока сложитесь. Вот эти 2 дня и прошли. Перед православной общиной сверток такой. И вот сюда заехать. И вот смотрите, какая чудесная поляна. Вот здесь можно совершить даже какой-то обряд. Вот есть место специальное. Лавочки посидеть, помедитировать, помолиться нашим славянским богам. Всем здравия, друзья! Сегодня у нас 6 июля. Мы находимся в деревне Окунево. Вот за моей спиной территория Ашрама Окуневского, Ашрама Бабаджи. И вновь у нас в деревне произошло драматическое событие, вновь пожар. И на этот раз в самом сердце, в самом сердце деревни горел прошлой ночью, то есть в ночь с 4 на 5 июля горел Ашрам Бабаджи. Сгорело центральное здание, самое большое кирпичное и гостевые домики. Но сейчас мы все увидим, все посмотрим. Да, частенько у нас пожары. Недавно только горела гостиница Салиолис. И вот смотрите, какой страшный пожар. Не менее страшный. Вот тут народ разбирает. Всем здравия! Здравия! Так. Вот. Народ здесь уже помогает, разбирает. Вот Ольга там уже. Ты чего выздоровел? С Салиолиса. Более-менее. Здорово. Так. Это вот сгорели гостевые домики здесь. Пожар, сказали, отсюда прошел. И вот центральное здание. Все выгорело. Это капец просто. Там еще что-то дымится, трещит. Видите? Еще дым идет. Не знаю, восстанавливаются ли эти стены. Может быть, стены останутся. Кто знает. Все сгорело. Все деревянное. О, привет. Знакомые люди. Меня не надо снимать. А где Сева? Не виделся? Он пошел в домик. Ага. Вот. Это ужас, друзья. Не знаю, что стало причиной. С гостевого домика сказали. Пошло все. И вот такие вот дела. Видите? Вот. То есть кирпичный дом и деревянный. Все горит. Не знаю, стены эти будут жить дальше. Или их разбирать будут. Сева! Привет. Умна-махшивая. Я понимаю, тебе некогда. Пару слов. Скажи вот, что произошло и откуда пошло. Известна ли причина какая-нибудь. Какая-то. Короткое замыкание или что там. Ну, предположение есть там. Ну, это же сам понимаешь, что это не такой же второсипед. Не точно, да? Это второсипед. Ну, как бы причина-то не в этом причине. Причина мы можем только... Ну, да. Не, ну... Грубинная причина. А через что оно происходит? Ну, там элементарно, там зарядка какая-то загорелась. Скорее всего, да? Ну, похоже, что да, зарядка загорелась. Ага. Вариантов там никаких обогревательных, ничего не было. А почему так ветер был? Это ночью было. Ночью, да. Ветер был или что? Почему так перекинулось? Ну, потому что тот дом не успели потушить. Ну, то есть, вот быстро там начало развиваться пламя. И не было этих... Ну, чем тушить? Да, огнетушители пшик-пшик, все. Они не потушили ничего. То есть, 2 секунды и все, огнетушитель пустой. А воды у нас не было. Ну, получается, электричество отключилось сразу. А у нас от своего электричества же эта скважина работает. То есть, надо, конечно, какой-то, ну, иметь, типа, помпы, что-то такое. Ну, то есть, если было бы, вот вода под рукой, да. Так а помпа же все равно от электричества. Почему? Помпы, бензо. А, бензо, бензо, да, точно, точно. И емкость какая-то есть. А вот скажи, мне сказали, что пожарные аж через 50 минут приехали после звонка, да? Ну, да, то есть, ну, нет, ну, если бы они не приехали, это бы сгорело. Уже начало крыша появляться. Нет, но все равно 50 минут. Вот я на Буханке доезжаю за 20 минут до Муромца, на Буханке. Ну, понятно, все равно они там, сколько там, пока сборы, пока туда все. Ну, долго, долго, конечно, это вообще капец. А вот скажи мне, вот стены будут жить или это все под слом? Как? Ну, трудно сказать, пока еще не думали. Смотрим. Угу. Ну, насчет глубинных причин. Тут уже в комментариях начали умничать, как всегда, что это вот что-то не то. Они делают что-то не то. Там сок у него с деревней. Что скажешь по этому поводу? Три слова. Ну, что, в любом случае, это очищение какое-то, да, происходит. То есть, когда сжигается что-то, какая-то негативная карма сжигается, то есть все равно. Там, знаешь, это причины, это так можно, ну, как бы, предполагать. Ну, как человек предполагает. Предполагает Господь, да, истинных причин никто не может знать. Поэтому мы не будем умничать. Ну, просто понятно, что оно все во благо делается. Если сгорело, значит, ну, значит, так надо. Значит, что-то, какое-то обновление. Обычно вот, ну, происходит какое-то вот, когда такое, что-то переломные, какие-то моменты там сгорает, там, потом, ну, уже какая-то карма тоже сжигается негативная. И дальше уже как-то оно легче идет, ну, уже с новыми силами. Службы будут продолжаться? Да, уже идут продолжаться. Сегодня уже были, да, службы здесь, в этом храме? Ну, вот хорошо. Наверное, Бабаджи распорядился так, что для чего этот храм? Он же стоял у вас, да? Нет, ну, мы все равно, он же просто летний. Там еще просто не сделан обогрев, ну, как это, там не обогревается он, то есть, ну, в теплое время это нормально, а вот, когда холода, то уже... Ну, короче, старый храм отслужил свое, вот, теперь новый будет служить. Я как бы позитивно это мыслю, что все во благо. Ну, ладно. Искать причины, ну, это мы можем только там догадываться. Да, да, да. А смысл как бы, что предполагание... Понятно, понятно. Каждого стоит. Ну, ладно, Сева. Да. В помощь вам Бог, в помощь. Все, я, друзья, я, значит, размещу эти реквизиты для помощи ашраму, вот, и чтобы могли, кто желает помочь материально. Здравия желаю. Привет. С Севой только что пообщался. Пару слов. Где-то слон стоит, можешь заснять отдельно, типа, слоны стоят. Какой слон, где? На печке где-то, посмотри, на печке, спасся слоном. Слон остался? Да. Слона не сдаются. Вот Ольга только пережила свою беду. Вот, помогает другим. Вот непростой. Капец. Представляет за... Капец. Вот, смотрите, интересно. Это ж его не поставили сюда, да? Поставили. А? Нет, я имею в виду, он стоял во время пожара, что ли? Да, но он уже там был. А, смотрите, слон остался жив. Удивительно. Слон. Говорит, мудрости вам, друзья. Слон он и трезубец Шивы. Да, это ужас, ужас. Слон он и трезубец Шивы. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ладно, друзья Вот смотрите, у них территория Там остался помещение Вот этот храм Остался и гостевой дом Кухни у них сейчас нет где готовить Вот осталась баня Хорошо, что баня осталась Вот хорошо, что тот храм целый, новый остался Целый, абсолютно Это рядом вот Вашнавское, Кришнаитское дело Вот, друзья мои Тут вот в чем дело Фотографии разместили там Павела заново у себя на ВКонтакте Там в других местах фотографии пожара И сразу же опять умники Умничать Это вот надо там Что-то не так, что-то не то Нужно задуматься Нужно то, нужно Пятое, нужно десятое Вот смотрите, у них такой сад Очень интересное Благостное место такое Вот Короче, они там все Умничают Все знают причины Все у нас эзотерики Все у нас видящие и слышащие Вот И Почему-то Вот почему-то У нас считают Что Если происходит беда Это значит Человек Неправильно Живет Неправильно Что-то неправильно Делает Откуда вообще Взялось такое мнение А то есть Если у человека Все в шоколаде Чики-брики То Значит он правильно Живет Да Ну сколько Подонков Живет В благо В благосостоянии Там у них все Чики-брики Вот И Сколько Святых Пережили такое Что Никому не пожелаешь Возьмите Житие Святых Жизнь святых Любых Не только Там Православных Буддийских Там я не знаю Индуистских Насколько У них жизнь Полна Зачастую Драматических Трагических Событий Сколько У них Бед Они пережили Возьмите Того же Серафима Саровского Там Да сейчас На вскидку Да Любого Возьмите Сколько Храмов Горело Разных Конфессий Разных И так же Славянских Капич Сколько Горело И Никто Не знает Истинных Причин Вот Территория Рядышком Вайшнавская Вот Я пока Пройдусь В лесок И Чуть Чуть Еще Прокомментирую Вот Лужок Смотрите Остатки Половодия Разлива Вот Так что Друзья Вот Смотрите Я Столько Прочел Жития Святых И Буддийских И Суфийских Индуистских Христианских Любых Конфессий Святые Так Страдали Их Так Долбило Вот Возьмите Этого Луку Крымского Святого Как Он Людям Служил Всю Жизнь Как Его Там И Вообще Над Ним Издевались И Что Он Пережил Как Его Судьба Била И Тоже Что Сказать Он Ты Не Так Делаешь Ты Не Так Да Вы Че Комментаторы Знатоки Как Одна Книга Мощная Там Про Святого Жития Одного Святого Там Такие Слова Есть У Него Когда Дом Загорелся Он Кричит Жене Там Как-то По Имени Там Жена Беги Скорее Сюда Нас Господь Посетил Дом Горит Вот И То Что Быстрее Происходит Очищение Быстрее Происходит Сгорает Карма Негативная При Таких Событиях И Как Правило Я Знаю Также Кучу Примеров Когда Подонки Живут Спокойной Жизнью Как бы Там Все у них Хорошо По Таким Мирским Абсолютным Меркам Так что Друзья И вообще Знаете Что А судьи Кто Вот Тот Кто Указывает На другого Что Вот он Значит С ним Что-то Не так Вот Неправильно Он Живет А вы Правильно Живете А Помните Знаменитое Взречение Кто Из вас Не без Не без Греха Кто Из вас Без Греха Пусть Первым Бросит В нее Камень Так Что Вы Все Друзья Судьи Комментаторы Знатоки Умники Вы Эзотерики Духовные Вы Без Греха Да Вы Правильно Живете Да И Самое Что Парадок Заключается В том То Что Тот Кто Без Греха Тот Кто Живет Правильно Он Как раз Не судит И не Оценивает Ладно Мы Все На этом Закончили Реквизиты Для Помощи Ошраму Будут Под Роликом Но Пока Раз Мы Уже Идем Сюда Вот Я Посмотрим Что У нас Тут Вот Следы Затопления Этого Луга Это Идем Мы Дорогой К смотровой Площадке К Яру К слову Сказать У меня Машина Опять Сломана Вот После Того Случая Когда Меня Притащили На Эвакуатор Я Один Раз Съездил Потом Опять Сломался Но Тот Раз Мне Три Дня Делали Потом Это Я С Анной Жарниковой Съездил С Поющими Русалками Потом Сломался Опять Но Меня Правда За день Сделали Вот Потом Съездил По Моему Два Раза И опять Сейчас Сломан Там По Электрике Короче Решили Полностью Менять Проводку Полностью Так как Она Старая Уже Там Наверное Наполовину Сняла Здравия Всем Как Отдыхается Как Комарики Терпимо Так Так Вот Есть Люди Видите Стоят Сейчас Мы Я схожу Вниз Потому Что Мне Вопрос Задали Как Там Пляж Открылся Не Открылся Освободился Сейчас Вот Мы Посмотрим Что Там С Пляжем У Без машины Короче Задолбала Меня Моя Буханочка Ну Ладно Уж Ну Так Значит Так У людей Похлеще Ситуация Так Чем У меня Вот Друзья Приехал Машину Это Вот Только Снимал Сейчас Ролик Про Пожар Приехал Машину Забирать С ремонта Проводку Меняли Поехал За стиральную Машину Забрать С ремонта И Смотрите Хорошо Я Заглянул Под низ Видите Вот Тосол Потек И Не заводится Заглохло Опять Короче Капец Короче Жду Мастера Вот И опять Оставлю Ее Уже Пол Четвертого Вечера Капец Короче Хотите Верьте Хотите Нет Я Если я Говорю Значит Так и Есть Я уже С мая Сунул В эту машину 90 с лишним Тысяч Карданы Взял Один Кардан Он Рассыпался Передний Вот они Новые Передний Два Задний Задний Посмотрите Сколько цены Барабаны Новые Ну короче Я не буду Рассказывать Я вот вам Сказал Как и есть Вот этот Фонарь С лампочками Стоит 550 Вот этот Задний Фонарь Цены Просто Просто Капец Бензонасос Новый Взял Он В прошлом Году 1200 Стоил Сейчас 2400 Стоит Короче Вот такие Друзья Дела Вот моя Буханочка Все Капец Вот приехал Мастер Ну вот Друзья Уже Времени Без 15.5 Вот смотрите Говорят Свято Место Пусто Не бывает Вот Место Для меня Свято Но пусто Это место Где моя Буханочка Должна Стоять Вот Оставил я Машину На ремонт Короче Опять Капец Будут Разбираться Смотреть Что там Откуда Тасол Потек Может Ну короче Непонятно Так что Вот такие Друзья Дела У меня Этот сезон 6 июля У меня Уже Почти Пол сезона Прошло Короче Накрылся Этот сезон Для меня Ну ладно Что есть То есть Вот Значит Я вставлю Этот кусочек В ролик Вы не Выключайтесь Там Немножко Осталось Досмотрите До конца Спрошу вас Если помните Все Вот это Было Залито Смотрите Мои Предыдущие Ролики Все там С дрона Все Съемки Видно Масштаб Был Затопление Какой Ну вот По пляжу Вот смотрите Песок Еще не Появился А здесь Вы просто Утонете Потому что Здесь у нас Вот такая Глина С землей С черноземом Или с чем Там она Ну короче Все Засасывает Проваливается Песок Аж где-то Вот там Вот Чуть ли не К середине Ближе Видите Здесь Вот Берег Где Так что Вот Купаться Пока Негде Я не знаю Куда Ходят люди Там Вроде бы Говорят В районе Где Хатабыч Переправа В районе Переправы Вроде бы Купаются Разговаривал Сегодня с Хатабычем Это наш Отшельник Хатабыч Говорит Что Ну только что Разговаривал Говорит Что вода Упала Прям сегодня На 40 сантиметров Это рекорд Потому что Очень медленно Река входит В свое русло Очень медленно Вот Друзья Это Переправа Здесь Тоже Можно Купаться Я Слышал Люди Купаются Здесь Тоже Ну Илистое Немного Но Терпимо А мы Вот Сейчас Посмотрим Хижину Хатабыча Просто Одним Глазком Глянем Я Потом Отдельно Сниму С ним Приду К нему В гости Поговорим С ним Вот Это Все Было Представляете Залито Ну Река Поднялась В этом году На 8 Почти на 8 метров 7 там С копейками Около 8 Вот Это Типик Которая Была Наполовину В воде Представьте Наполовину Вот Это Было А Хижина Его Сейчас Я Покажу Вот Смотрите Это Было Все Залито Здесь Все Крыши Не было Видно Все Здесь Было В воде Прям Я не знаю Какая Высота Была Вот Наконец Показалась Хижина Смотрите Только Чуть Чуть Это Представьте Вот Она 2 метра Высоты Эта Хижина И Над ней Была Вода До Половины Того Типа Представляете И Когда Тара В своем Русле То есть От Этой Хижины Еще На Метры Не знаю На Сколько На Полтора Два Вода Вниз Это Когда Река В своем Нормальном Русле Вон Там Что-то Плещется Или Рыба Или Какие-то Эти Тут Живут Выдры Или Андатры Кто-то Они Живут Здесь Ну Вот Так Друзья Туда Еще Не Попадешь Никак Вот Так Что Скоро Подойду Так Это Он Сказал На 40 Сантиметров Упала За ночь Вода Вот Так Что Сейчас Не буду Уже Нет Времени Вот Это Уже Считайте Июль Месяц 6 Июля А Очень Далеко До Еще До Норм А Ну Вот Смотрите Друзья Вот Вроде Бы Здесь Песочек Какой-то Вот Может Быть Здесь Можно Купаться Да 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 Вот Наверное Место Где Вот Вот Здесь Можно Купаться Вот Смотрите Я стою Нормально Вот Оказывается Есть Место Ну Оно Чуть Дальше Но Все Все Хорошо Все Нормально Вот Наша Река Тара Видите Смотрите Там Вот Кусты Это Понятно Где Аж Берег Вот Там Аж Ниже На Самом Деле Ну Тара В принципе В два раза Уже Должна Быть Вот Ее Пределы В два Раза И вот Теперь Понятно Ну вот Люди Собираются Уже Хотя Сегодня Суббота Ага Привет Привет Ты куда Купаться Да Молодец Так Ну Дожди Шли Вчера Целый день Шел Дождь Народу Поэтому Не очень Много Было Холодно Кстати Вчера Сейчас Вот Двадцать Че-то Один Двадцать Два Здравствуйте Как Отдыхается Комары Терпимо Да Да Все Все Хорошо Так А вы Это В дождь Стояли Да Все Время Нет Мы Так Вчера Что Дождь Шел А Вечером Поздно Поехали А Вечером Поздно Понятно И надолго Вы Так Быстренько Пока Разложитесь Пока Сложитесь Вот Эти Два Дня И Пошли Ясно Это Вот Ваши Туда Пошли Да Нет Они В Дергамат Поехали Да А чего Там Делать Сплавляться Будут А Сплавляться Интересно Интересно Ясно Но вы На канале Удивительная Деревня Окунева Да Спасибо На Ютубе Вот Бергамат Поехали Люди Будут Сплавляться Ну Вот Стоят Немного Палаток Совсем Немного Для этого Времени Очень Мало Здравствуйте Да Теперь Я вас Вижу Спасибо 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 Вот Так Ну вот Яр Вам уже знакомый Смотровая площадка Ну Внешне Так Не видно Что Тара Упала Так же Широка Чей-то Коврик Чей-то Вещи А еще Друзья У меня Спину Заклинило Вообще Капец Вот Как раз Я Когда Там Два Дня Назад Менял Позавчера По-моему Да Менял Генератор Сам Еще Там Кое-что Делал Короче С 8 утра Приехал Муромцево Все Там Менял Все И Лазил Под машиной Там И на машине И короче У меня Приехал На автобусе Машину Так и оставил Там Приехал На автобусе И Заклинило Спину Короче Там Лазил По На карачках По полу На следующее утро Соседка Пришла Мне Укол Поставила Вчера Утром Да И попустила По крайней мере Хожу Наклоняться Не могу Еще Но Хожу Вот А мне Послезавтра В поездку Ну думаю Отойдет Потому что Прогресс Значительный Вот И Что-то там Я Не знаю Что случилось Чего она У меня Так Клинанула Вот Это Храм Солнца И добра Видите Храм Солнца И добра Вот У нас Это Наталья Михайловна Создала С любовью С открытым Сердцем Вот За свои Средства Это Она Оплачивала Все эти Фигуры Резные Все это Делала Сама Для людей Она Сюда Приезжает Там Пару раз Наверное Залито Вот Здесь Что-то Подшаманить Да Потом На День Перуна Смотрите Как Красиво Как Красиво Видите Все Здесь Вот Кумиры Вот Видите Как Типа Алтаря Что-то Но Это Что-то Типа Как Ну Капищем Не знаю Назовешь Не назовешь Я не сильно В этом Разбираюсь Но Вот Что-то Типа Вот Видите Как По-моему Все это Бурхан Резал Наш Шаман Куневский Местный Но Он Сибирский И Вот Что Здесь Примечательно Смотрите Друзья Здесь Прикручены Заметьте Прикручены Потому Что Как-то Год Назад Когда Я снимал Эту Поляну Там Писали Вот Присверлили Там Тра-та-та Как 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 Всегда Вот Эти Не Разобравшись Как Начинают Хаять Вот Все Это Прикручено Проволочкой Видите Бог Перун Это Славянские Боги Бог Свентовид Что Он Там Представляет Собой Кто Он Бог Семаргл Я уверен Из вас Большинство Не знает Что Это Это Славянские Боги Гляньте Сколько Табличек Видите Все Это Славянские Боги Бог Велес Вот Богородица Рожана Ну Короче Я Все Обходить Не буду Но Когда Вы Будете Здесь Это Недалеко От Яра По Дороге Куда Машины Заезжают С другой Стороны Не с центральной Дороги А вот Перед Православной Общиной Сверток Такой И вот Сюда Заехать И вот Смотрите Какая Чудесная Поляна Вот Здесь Можно Совершить Даже Какой-то Обряд Вот Есть Место Специальное Лавочки Посидеть Помедитировать Помодлиться Нашим Славянским Богам А кто Как бы Этими Делами Не занимается Вот Просто Даже Для Расширения Кругозора Бог Индра Вот Почитать Вот Мудрость Видите Вороны Символ Мудрости Вот Вороны И Сова Так Что Вот Друзья Вот Такая Здесь У нас Поляна Недалеко От Яры Друзья Если Вам Нравится Моё Творчество Всегда Можете Поддержать Автора Все Реквизиты В описании Под Видео И Благодарность Всем Тем Кто Помогает Мне Уже На протяжении Длительного Времени Или Недавно Но Кто Уже Помогает Вот И с Ремонтом Машины Мне Люди Помогли Часть Хотя Благодарность Оплатить Так Что Благодарность Всем Друзья Всем Кто Ставит Лайки Пишет Комментарии И Всем Кто Досматривает Ролик До Конца Тоже Благодарность И Всем Желаю Позитивного Настроя Верить Только В лучшее И Вот Как Все Вы Видите Никакого Такого У него Трагического Сева Это Пуджари Вот Чтобы Вы знали Который Был Там В Ашраме Который Короткое Дал интервью Это Пуджари Ашрама Очень Давний Он Здесь Раньше Чем Я Я В 2005 Он За Несколько Лит Раньше Сюда Приехал Вот Так Что Он Священнослужитель Ашрама Уважаемый Человек Его Все В деревне Знают Все Уважают И За Пределами Деревни Вот Так Что Видите Какой У него Позитив Был Не Упаднический Настрой Позитивный Он Смотрит Вперед А Не Назад Итак Друзья Всем Добра Позитивного Настроя И Бодрости Духа Мои Божественные Братья И Сестры Увидимся В новых Роликах Надеюсь С более Радостным Сюжетом Пока Пока Субтитры